Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на втором занятии по практике программирования на языке C++, посвященном условным операторам и циклам. Следующее задание, которое мы с вами рассмотрим, основано на четвертом и пятом видеоуроках по C++. Ссылки на них вы найдете под этим видео. Итак, поехали! Задание первое. Написать программу в учислении модуля числа с использованием условного оператора if. Числовая циклатура, ну и результат отображается в консоли. Программу можно писать вот так вот. Значит, мы здесь задаем некое число x вещественное. Затем мы просим пользователя ввести это число с клавиатуры. Для этого у меня используется функция scanf s. Возможно, у вас она будет прописываться просто scanf. То есть, бывают реализации такие и такие. Затем мы проверяем, если введенное число отрицательное, то x присваиваем противоположное по знаку значение x. То есть, делаем модуль этого числа. Ну и далее отображаем его на экран. Запускаем эту программу. Смотрим, как она работает. Например, вводим число минус 5. И мы получаем модуль числа 5. А если мы введем просто число 6, то получим то же самое число 6. Обратите внимание вот на это условие. Это условие можно в данном случае переписать еще и так. Сделать его тернатным. То есть, это условие, которое будет сразу присваивать переменной x некое значение. В данном случае мы говорим буквально следующее. Если x меньше нуля, то в этом случае мы присваиваем x минус x. То есть, меняем знак. А иначе, вот это вот двоеточие, это иначе. Мы x присваиваем тот же самый x. То есть, не меняем его. Так тоже можно записать и так тоже будет вычисляться модуль числа. Здесь я на этом примере хотел просто показать, что такие вот условные операторы иногда тоже можно прописывать. Это называется тернарный условный оператор. Следующее задание. Нужно выполнить проверку попадания точки с некими координатами x, y в прямоугольник, который задан двумя координатами. Левым верхним углом с координатами x0, y0 и правым нижним с координатами x1, y1. Ну, все координаты вводят с клавиатуры. Вы здесь не забывайте ставить паузу, реализовывать все это самостоятельно, а дальше уже смотреть, что получается у меня. Только так вы сможете получить максимум от этих видеоуроков по практике. Потому что практика в этом и заключается, что практикуетесь именно вы. А уже потом смотрите, как бы это можно было реализовать. Итак, значит, моя реализация вот этого второго задания выглядит вот таким вот образом. Значит, смотрите, в данном случае мы задаем все координаты как вещественные, потому что в задании не сказано, какие они могут быть целые, вещественные или еще какие-то. Вот, поэтому я задал вещественные на все случаи жизни. Затем прошу пользователя ввести с клавиатуры координаты верхнего левого угла, вот здесь вот. Затем координаты нижнего правого угла прямоугольника. Затем вводим просто координаты точки x, y. Затем мы проверяем, если наша координата x попадает в диапазон от x0 до x1, а координата y попадает в диапазон от y0 до y1, значит, точка попадает в этот прямоугольник. Ну, а иначе она не попадает. Значит, мы запустим эту программу и что-нибудь там введем. Например, через пробел 0,0 координата, пусть здесь будет 10,10, а координата самой точки пусть будет 5,5. Да, все, мы видим, что точка попадает в прямоугольник. А если взять, допустим, такие координаты, пусть будет также 0,0,10,10, а если, допустим, по х возьмем 11, по у 5, да, видим, что точка не попадает в прямоугольник. То есть, в принципе, все работает. Возможно, ваша реализация будет несколько другой, в этом ничего особенного нет, так как один и тот же алгоритм можно реализовать по-разному. Но у меня сделано вот так. Далее, следующее, третье задание. Реализовать проверку попадания точечи с координатами x, y вот в эту закрашенную область. То есть, мы также задаем прямоугольник с координатами x, 0, y, 0, x, 1, y, 1. И далее мы должны проверить, что точка попадает вот именно вот в эту закрашенную область. Значит, реализовываем, ставим на паузу видео. А я сейчас покажу, что получилось у меня. В принципе, программа вся та же самая, как и в предыдущем примере. Мы только вот здесь вот поменяли наши условия проверки по x. То есть, мы теперь смотрим, что x не входит в диапазон от x, 0 до x, 1. А y должен входить. То есть, мы в этом случае смотрим, что x попадает вот в эту область. Вот так вот. А по y мы попадаем вот в эту область. То есть, по y мы попадаем в диапазон от y, 0 до y, 1. А по x выходим за пределы x, 0 и x, 1. То есть, мы как раз получаем вот эти вот закрашенные области. Ну, а сама проверка эта выглядит так. Мы проверяем, что x не попадает в диапазон от x, 0 до x, 1. Это мы делаем проверку по или. И так как приоритет операции или ниже, чем приоритет операции и, то вот здесь вот необходимы круглые скобки. Ну, а дальше все то же самое. Давайте запустим и посмотрим, как это работает. Видим те же самые координаты. И по x мы возьмем, например, минус 5. А по y просто 5. Да, мы видим, что точка попадает в закрашенную область. Далее следующее задание. Лягушка скачет вдоль прямой. И может сделать прыжок либо на одно деление, вот так вот. Либо сразу на два деления, вот таким вот образом. Нужно найти количество возможных маршрутов, при которых лягушка окажется ровно в точке А. Давайте сначала формализуем эту задачу. То есть составим общий алгоритм действий. Если вы знаете и предполагаете, как это можно сделать, сделайте это самостоятельно. Ну, а я расскажу, каким образом это делается обычно на практике. Значит, вот эту задачу можно разбить на несколько более простых задач. И такой подход называется динамическим программированием. Мы в нашем случае начинаем рассуждать с конца, вот с этой вот точки А. И рассуждаем так. Вот в эту точку А лягушка может прыгнуть либо вот с этой предпоследней позиции, либо вот с этой предпредпоследней позиции. Теперь, если мы обозначим число возможных маршрутов, которыми лягушка может предскакать вот к этой предпоследней позиции, то есть КН-1. Это количество маршрутов, при которых лягушка может оказаться вот здесь вот. А через КН-2 мы обозначим число маршрутов, при которых лягушка может оказаться вот в этой позиции, предпредпоследней. то тогда количество маршрутов, при которых лягушка окажется ровно в точке А может быть определена вот по такой формуле Это сумма этих маршрутов Либо она вот отсюда прискачет уже Это будет КН-1 вариантов Либо она прискачет вот отсюда Это будет плюс КН-2 вариантов То есть получаем вот такую простую формулу Но мы не знаем эти величины КН-2 и КН-1 Однако для них мы можем рассуждать таким же образом И записать вот такие вот равенства Что КН-1 это в действительности КН-2 плюс КН-3 Потому что мы вот здесь берем вот этот крайний вариант И также смотрим, что лягушка может сюда прискакать либо отсюда Либо отсюда Количество вариантов, что она может прискакать сюда КН-2 А то, что сюда КН-3 Суммируем и получаем все то же самое Ну и для КН-2 мы получаем вот такое выражение То есть, по сути дела, мы здесь вычисляем все возможные позиции по рекурсе И таким образом раскладываем задачу на серию более простых Осталось определиться, по сути дела, здесь с начальными условиями Вот с этим вот К1 и К2 На основе которых мы можем было бы рассчитать все остальные возможные варианты Но в начальной позиции лягушка может оказаться только в одном варианте В самом начале, пока еще не сделал ни одного прыжка А в следующей позиции, вот в этой, она тоже может оказаться только в одном варианте Когда сделает прыжок на одно деление Значит, вот эти вот величины К1 и К2 у нас будут равны 1 и 1 И в результате мы получаем вот такой вот алгоритм К3, количество вариантов, при которых лягушка может оказаться вот в этом месте Будет равно К1 плюс К2 То есть 1 плюс 1 равно 2 И действительно, таких вариантов ровно 2 Она может прискакать либо вот таким вот образом, это один вариант маршрута Либо сразу, как на две отметки, вот сюда вот Мы получим количество вариантов, равное 2 К4 у нас получается равное 3 2 плюс 1 у нас получается 3 Ну и так далее, мы можем теперь рассчитать количество вариантов для каждого деления Вот такой вот подход мы используем для решения этой задачи Кстати, вот такая последовательность чисел К1, К2, К3 и так далее, КН Называется числами Фибоначчи Ну и осталось реализовать этот алгоритм Через несколько секунд я продолжу и покажу свой вариант А вы пока реализуете свой Мы здесь в самом начале задаем число Н Это номер последнего отсчета, где должна оказаться лягушка И для этого номера мы будем как раз рассчитывать общее число вариантов Общее число маршрутов Далее мы возим это Н с клавиатуры Далее задаем вот эти вот наши перемены КН-1 и КН-2 Я их обозначил как КН-1, КН-2 С начальными значениями 1,1 А КН это общее число маршрутов И я тоже его задал, равное единице Далее идет цикл ФО Здесь у нас счетчик И начинается с 2 Потому что для первых двух вариантов мы уже определили начальные значения А для третьей риски, для третьего отсчета Вариант будет рассчитываться вот по этой формуле КН-1 плюс КН-2 Далее мы меняем значение КН-2 и КН-1 Вот по такой вот рекурсии Ну и дальше у нас цикл будет повторяться И вот этот КН мы будем увеличить То есть мы здесь будем рассчитывать числа Фибоначчи Ну и когда мы достигнем n У нас цикл завершится И в результате мы рассчитаем общее число маршрутов Ну давайте допустим эту программу И посмотрим как у нас она будет работать Вводим число n, допустим, 6 И видим, что общее число маршрутов равно 13 Что в общем-то верно Следующее задание нужно генерировать Вывести в консоль арифметическую прогрессию Сумма для этой прогрессии вычисляется вот по такой формуле И нужно делать эти вычисления Пока сумма меньше заданной величины стоп При этом мы должны ввести начальное значение старта Равное а нулевое И шаг степ равное b То есть этот b это шаг С которым будет увеличиваться каждый член нашей прогрессии Значит все величины стоп, старт и степ Вводятся в клавиатуру в виде целых чисел Значит реализовываем эту задачу А у меня она получилась вот такой Значит смотрите Мы вначале задали все наши величины Старт, степ, стоп Далее вводим их в клавиатуру Вот здесь вот Значит а это будет текущий член прогрессии Арифметической прогрессии С это сумма арифметической прогрессии Мы на экран выводим начальное значение а И далее идет цикл Цикл пока наша сумма будет меньше заданного значения стоп Внутри цикла мы увеличиваем наше значение а То есть увеличиваем текущий член арифметической прогрессии На величину нашего шага степ И далее прибавляем этот очередной член нашей прогрессии К сумме s Выводим очередной член прогрессии на экран И после того как мы посчитаем всю сумму То есть как только это условие становится ложным Как только s становится больше либо равно стоп Цикл завершается И мы выводим на экран значение суммы s Запускаем и смотрим как это все работает Допустим начальное значение будет равен 1 Шаг 2 А конечное значение суммы 100 Получаем такую последовательность 1, 3, 5, 7 и так далее И сумма как раз равна 100 Ну так просто получилось, что она как раз равна 100 Казалось бы все работает, все нормально Но в этой реализации есть одна проблема Если вот этот шаг степ сделать отрицательным То вот этот цикл может ни разу не сработать Так как конечное значение стоп Изначально будет меньше чем s Как же решить эту проблему? Ну конечно здесь вот можем просто поменять вот так вот знак Вот для этого нашего конкретного случая И тогда вроде бы все будет работать Опять же задать 10, минус 1 и 5 И тогда мы вот получим вот такую последовательность И сумма будет равна в этом случае 0 Но при этом условии тогда у нас в зарастающей прогрессе уже перестает работать Как же сделать условие универсальным? Для этого нам нужно по сути дела объединить два вот таких вот условия Как это можно сделать? Это можно сделать так Мы можем взять знак вот этого вот нашего шага То есть это функция сигнум Она возвращает минус 1 если степ отрицательный И единицу если степ положительный Если мы вот умножим s и стоп на эту знаковую функцию То наше условие становится универсальным То есть с математической позиции вы можете убедиться, что это так Реализовать все это можно вот таким вот образом Значит, смотрите, вот здесь мы добавили вот такую переменную сигну И мы ее определяем через вот такой вот тернарный оператор условный Если наш степ положительный, то мы переменную сигну присваиваем единицу А иначе мы присваиваем отрицательное значение, минус 1 И умножаем s и стоп на эту знаковую переменную сигну В результате вот этот условие становится универсальным И если мы запустим, то убедимся в этом Допустим, введем значение 1, 3 и 100 Да, мы увидим вот такую вот последовательность В общем, все верно А если введем вот так вот 10, минус 1 и 5 То увидим опять вот такую вот последовательность Которая постоянно бывает Ну и наконец последний недостаток Вот того, что вот здесь у меня написано Это то, что этот алгоритм может зацикливаться При значении степ равном нулю Чтобы этого не было Я вот здесь вот добавлю еще вот такое вот условие Что степ у нас не должен быть равен нулю То есть этот цикл будет работать только когда степ не равен нулю Но вот в таком виде уже алгоритм будет работать в принципе всегда и корректно В качестве самостоятельного задания Попробуйте переписать эту программу с используя цикла for Ну, если вы этого не делали Если вы тоже используете цикл while или какой-то другой Шестое задание Генерировать вывести на экран член геометрической прогрессии Пока значение суммы будет меньше некого значения стоп То есть в принципе все то же самое Только у нас вместо арифметической прогрессии Теперь геометрическая прогрессия Поэтому мы можем взять ту же самую программу И поменять здесь вот одно место Вместо вот здесь вот a плюс равно степ Написать a умножить равно степ И мы арифметическую прогрессию превратим в геометрическую А все остальное будет работать абсолютно так же Следующее задание Нужно ввести с клавиатуры целое число И проверить его начетность Реализовываем А у меня получилась вот такая программа Значит, здесь вначале задаем некое число x Оно целочисленным Потому что мы проверяем его начетность В принципе, конечно, мы начетность можем проверять и вещественные числа Но это будет ненадежно работать Потому что вещественные числа Даже если мы туда присвоим какое-нибудь значение 2, 4, 6 Оно может в дробной части Там далеко где-то содержать Не нулевые цифры Поэтому проверять на равенство Какому-либо значению вещественное число Это довольно рисковая операция Когда мы работаем с вещественными численными в программах На C++ То лучше делать проверку больше-меньше Но стараться избегать проверки на равенство Поэтому в данной программе я использую Целочисленную переменную Ввожу ее с клавиатуры И проверяем отчетность Проверить отчетность относительно просто Мы берем остаток от деления на 2 Если этот остаток будет равен 0 Значит число четное Ну а иначе нечетное Запускаем эту программу И проверяем как это работает Например число 5 Оно нечетное Да, все верно А если видим, допустим, число 6 Оно четное То есть все работает вот таким вот образом Вот так вот можно проверить число на четности Следующее задание Написать программу поиска всех простых множителей Целого числа видеонавоскалатуры Ну и отобразить все эти множители на экране Реализовываем А моя реализация вот такая Вначале задаем целочисленную переменную x Вводим ее с клавиатуры Если вдруг пользователь ввел отрицательное число То меняем его на положительное То есть вычисляем как бы модуль этого числа Потому что мы считаем, что x это натурально А натуральное не может быть отрицательным Вот здесь вот в самом начале Мы задаем переменную n С помощью которой будем искать простые множители Далее делаем цикл Пока у нас x больше 1 Внутри цикла мы делаем проверку Если x на цело делится на n То есть x содержит этот множитель n То значит мы из этого x убираем этот множитель Мы делаем деление x равно x деленное на n По сути дела это вот здесь вот это записано И этот текущий множитель n выводим на экран Далее мы повторяем цикл Причем обратите внимание Мы повторяем цикл Если это вот условие сработало То мы n при этом не увеличиваем Почему мы это делаем? Потому что если x у нас допустим содержит два простых множителя Например 2 и 2 То есть x изначально равен 4 Тогда мы оба этих множителя 2 и 2 должны здесь найти Поэтому мы вот это вот увеличение n Делаем только в том случае Если у нас вот этот вот x уже не содержит этот множитель n И нам надо искать другие простые множители Ну и вот таким вот образом работает этот самый цикл То есть мы делим вот этот вот x на эти простые множители n до тех пор Пока у нас x не станет равным единице Как только он стал равен единице Значит мы все нашли И на этом цикл следует завершить И при этом мы на экране увидим все наши простые множители Вот так вот работает вот эта часть программы Давайте запустим и какое-нибудь число здесь вот введем Допустим число 1024 Это 2 в десятой И там у нас получилось 10 двоек Давайте другое какое-нибудь число введем Ну, например, 127 А это простое число оказалось Так, значит введем еще какое-нибудь число 125 Вот так вот Да, 3 пятерки, это 5 в кубе То есть в принципе все работает, все верно И вот таким вот образом мы ищем все множители натурального числа x Следующее задание Написать программу разбиения целого натурального числа на цифры Число вводит в скалатуру И на экране через запятую отображаются выделенные цифры из этого числа Причем неважно в каком порядке Реализовываем алгоритм А у меня получилась вот такая программа Значит изначально мы задаем некую переменную x Вводим это значение в переменную x Ну и далее делаем цикл, пока это x не равен нулю Внутри цикла у нас следующий Мы выделяем текущую цифру из переменной x Мы делаем целочисленное деление на 10 И значит вот эта вот последняя цифра, которая у нас там в этом числе есть Она у нас записывается в переменной digit Далее мы эту цифру с конца этого числа выводим на экран Число x нацело делим на 10 То есть у нас дробная часть там будет отбрасываться То есть вот эта вот последняя цифра, которая у нас там была, она просто отбросится И мы перейдем к следующей цифре этого числа x И так будем делать до тех пор, пока у нас x не станет равным нулю То есть по сути дела пока не увидим все цифры из числа Запустим программу Введем число вот это вот 1024 И увидим наши цифры 4, 2, 0, 1 То есть мы с конца вывели все наши цифры То есть если мы наоборот прочитаем У нас как раз получится 1024 Значит следующее задание Написать программу разбиение целого натурального числа на цифры Число выводится также с клавиатуры И на экране через запятую отображается Но только четные цифры этого числа Здесь мы в предыдущем отображали все Здесь нужно отобразить только четные цифры этого числа И вот это вот задание 10 сделать самостоятельно Оно очень похоже на 9 задание Следующее 11 задание Пользователи вводят в клавиатуре 5 чисел Определить, что все 5 введенных чисел являются отрицательными Делаем эту программу А у меня получилось все вот так вот Значит в самом начале мы сдаем вещественную переменную x И еще количество введенных чисел n Далее некую вспомогательную булевую переменную all Эта булевая перемена может принимать два значения True это истина, false это ложь И далее цикл do while Значит внутри цикла мы просим пользователя ввести с клавиатуры число x И делаем проверку Если это число x больше либо равно нулю Значит введенное число не является отрицательным В этом случае мы вот эту переменную all делаем равной false Ну а счетчик n увеличиваем на единицу И делаем этот цикл до тех пор пока мы не введем 5 чисел То есть пока n меньше 5 И после нашего цикла мы проверяем Если вот эта переменная all равна true Значит все введенные числа были отрицательные То есть ни разу не сработало вот это условие Ну а если это условие хотя бы один раз сработало То вот здесь вот мы уже не увидим эту строчку Давайте запустим эту программу И убедимся что это все работает Допустим это число минус 1 Минус 1, минус 1 Здесь вот пусть будет 2 И минус 1 Мы не видим на экране никакой строчки Потому что одно из чисел было положительным А если введем вот так вот Все минус 1 допустим Минус 1 То мы увидим что все введенные числа отрицательные Обратите внимание Если у вас вот компилятор ругается на этот тип bull То возможно вам нужно подключить в программе Вот такую вот библиотеку std bull И тогда все вот здесь вот скорее всего будет работать Вот эту вот рассмотренную задачу Можно решить еще и так Вместо вот этого вот условия Прописать такую булевую операцию Что здесь мы делаем Мы здесь говорим что вот это значение all То есть булевой переменной all Будет равна вот этому условию Это составное условие Это условие будет истинно Если истинно и первое условие И второе условие Но первое условие у нас изначально истинно Потому что all равен true А второе будет истинно только в том случае Если x будет меньше нуля И в этом случае мы all оставляем равным true Но если хотя бы один раз Вот этот вот x не будет меньше нуля то вся вот эта конструкция становится ложной, false, и вот эта вот all становится равным false. Даже если мы потом x будем вводить отрицательный, то есть вот это вот будет true, но вот этот вот all, он уже false. Поэтому вся конструкция все равно будет false, и all будет оставаться false. То есть вот таким вот образом мы можем искать, что хотя бы один элемент не удовлетворяет нашему условию. То есть условие x меньше нуля. Если мы запустим нашу программу, то она будет работать абсолютно так же, как и в предыдущем случае. Если видим везде минус 1, то значит мы ввели все отрицательные числа. А если мы видим хотя бы где-то здесь вот несколько чисел положительных, то мы не увидим никакой строчки. То есть вот таким вот образом можно реализовывать вот эти вот булевые операции. Двенадцатое задание, оно похоже, но обратное. Пользователь вывозит 5 чисел, и нужно определить, что хотя бы одно из 5 введенных чисел является отрицательным. То есть мы в предыдущем задании определили, что все введенные являются отрицательным, а здесь хотя бы одно из введенных является отрицательным. Эту вот задачу можно сделать так. Значит, вот смотрите, здесь в принципе все то же самое, как и в предыдущем случае. Только мы вот здесь вот поменяли нашу булевую переменную. Во-первых, объявили ее как any, и начальное условие у нее false. А далее вот здесь вот мы присваиваем ей значение вот такого вот составного условия. Здесь any будет равна any или x меньше нуля. То есть как это будет работать? Вот это вот условие составное, оно будет истинно в том случае, если истинно хотя бы одно из этих подусловий. То есть если у нас вот это вот x окажется меньше нуля хотя бы один раз, то все это условие становится истинным true, и тогда вот это вот any принимает значение true. И дальше, если мы x будем вводить даже больше нуля, то есть вот это условие будет false, но вот это вот первое условие any у нас уже true, поэтому это any true так и останется. То есть вот такая вот конструкция позволяет находить хотя бы один элемент, удовлетворяющий нашему условию. Ну и давайте запустим, убедимся, что это все работает именно так. Значит, видео все положительно, и не видим никакой строчки на экране. А вот если введем хотя бы одно отрицательное, то мы увидим, что хотя бы одно введенное число отрицательное. Вот такие две конструкции можно использовать в программах. То есть если мы хотим найти, что если хотя бы один элемент удовлетворяет нашему условию, мы используем вот такую вещь, такую конструкцию. А если мы хотим определить, что все элементы удовлетворяют нашему условию, то мы используем вот такую конструкцию. И это вот можно использовать в своих программах. Следующее задание. Скалатура вводится в произвольные числа, пока пользователь не ведет число меньше минус 1000. Нужно найти среди вводимых чисел максимальный и вывести его на экран. Реализовываем эту программу. Ну, а у меня моя программа выглядит так. Значит, смотрите. Вначале мы сдаем две вещественные перемены. Переменной x и переменной max. В переменной x мы будем вводить текущее значение, а в переменной max будет храниться максимальный из введенных. И далее вспомогательная булевая переменная flag first. Она будет означать, что мы вводим первые значения. То есть, когда мы вводим первые значения, flag first true, а при всех значениях последующих она будет равна false. Далее, внутри цикла do while мы просим пользователя ввести очередное число. И далее проверяем. Если наш flag first равен true, значит мы вводим первые значения, то есть первое число. И в этом случае max мы присваиваем просто x. А вот если flag first не равен true, то есть false, мы вводим последующие значения, то в этом случае мы делаем вот такую проверку. Если max меньше, чем текущее введенное число, то значит мы меняем max на значение этого введенного числа. И таким образом ищем максимальное. Ну и делаем это до тех пор, пока пользователь не введет число меньше, чем минус 1000. Значит, допустим, вводим число 4, 5, 6, и тут минус 1001. Вот, значит максимально изведенное 6, да, все верно, все работает. Вот так вот можно реализовать эту программу. Значит, обратная задача. Скалатура вводит целое число, пока пользователь не введет число 0. Нужно среди них найти минимальное и вывести его на экран. Но вот эту задачу решить самостоятельно. Следующее задание нужно в консоль отобразить вот такую вещь. Реализовываем это. А у меня программа выглядит вот так вот. Значит, смотрите, в самом начале я задал константу n, которая будет означать, сколько строк этих звездочек по строкам у нас будет. В данном случае их будет ровно 7. Далее идет первый цикл, который перебирает строки нашей вот этой вот картины. А вот этот цикл отвечает за отображение звездочек по строкам. То есть изначально у нас i равен 0, и g меняется от 0 до 0. То есть он будет рисовать одну звездочку. Когда i увеличится на единицу, мы будем рисовать две звездочки. И далее три звездочки, четыре и так далее. То есть у нас получится как раз то, что от нас и хотят. Запускаем эту программу. И у нас как раз получилось то, что и должно быть. То есть вот такая вот картина. А вот такое обратное задание реализуется самостоятельно. Следующее задание написать программу отображения и выбора пунктов вот такого вот меню. Реализовываем. У меня получилось так. Вот смотрите, вначале с помощью принтера увожу в само меню. Далее увожу вспомогательную переменную item. Это как раз она будет отвечать за выбранный пункт меню. И прошу пользователя ввести скалатуру какой-либо числовой значения. Далее идет проверка с помощью оператора switch. Если у нас item равен 1, то на экране мы увидим, что выбран первый пункт меню. И на этом наш оператор switch завершает свою работу. Если item равен 2, значит будет выбран второй пункт меню. Ну и так далее. Если же ни один из этих пунктов меню от 1 до 5 выбран не будет, то сработает этот дефолт. И мы на экране увидим, что неверный пункт меню. Запускаем программу. Наше меню отображается на экране. И допустим мы вводим число 4. Да, видим, что выбран четвертый пункт меню. А если мы введем, допустим, минус 1 какой-нибудь, то увидим, что неверный пункт меню. Вот таким вот образом все это и работает. Ну и наконец задание для самостоятельного решения. Вот здесь задание 18, 19. Это 20. Вычислить сумму такого ряда. Задание 21. Вычислить сумму такого ряда при таком условии, что и не равно 0. Ну и задание 22. Написать программу вычисления факториала от натурального числа n. На этом мы завершим очередное занятие по практике. Если считаете видео полезным, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Продолжение следует...